Здравствуйте! В эфире программа городские встречи. Известно, что лишний вес негативно влияет на состояние здоровья и ухудшает качество жизни. Всем нам хочется, конечно же, вкусно поесть и при этом выглядеть хорошо. Сегодня у нас в гостях главный врач медицинского центра Вера Марина Николаевна Тихонова. Марина Николаевна, здравствуйте! Марина Николаевна, давайте начнем с того, что расскажите немножко про свой центр, чем вы занимаетесь и что там делаете. В медцентре Вера мы занимаемся лечением ожирения, герудотерапией, это лечение пиявками и мануальной терапией. Центр работает уже 23 года в Рязани. Марина Николаевна, много лет занимаетесь вопросами здоровья и помощи пациентам в борьбе с лишним весом. Расскажите, пожалуйста, какие методики вот вы практикуете? Все это время одна методика, методика суджок терапия. Это очень эффективная методика для лечения ожирения. Она комфортная, она и убирает аппетит, и гормональный фон приводит в норму. Поэтому вес, который наши пациенты сбрасывают, достаточно долго потом держится. Это очень важно, потому что многие могут быстро сбросить вес, но удержать его не могут. А суджок терапия, это та методика, благодаря которой можно не только похудеть, но именно держать этот долгий вес. У многих возникает вопрос, вот если не сидеть на диете, то что-то другое можно сделать? Вот расскажите, что? Ну, конечно, если не сидеть на диете, можно в зал ходить, тоже очень хорошо. Потом, я думаю, все уже слышали и читали о методе аутофагии. Его еще называют интервальным голоданием, хотя это не совсем правильно. Либо не совсем правильно, может быть, к нему подходит. Хорошо бы, чтобы с биоритмами совпадал этот метод. То есть, допустим, в 18 часов человек заканчивал трапезу и начинал утром в 10 часов. За это время организм успевает и отдохнуть, и переварить. Клеточки начинают омолаживаться. И благодаря этому методу, я думаю, тоже, конечно, можно похудеть. Главное, говорю, грамотно к нему подойти, к этому методу. Всем ли подходит эта методика, или же все-таки кому-то нельзя? Суджок-терапия – это одна из областей рефлексотерапии. И в отличие даже от корпоральной акупунктуры, у суджока нет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. На эту методику мы не берем только беременных, ну и психически больных людей. Всем остальным людям эта методика показана, потому что даже если есть сопутствующие заболевания, очень многие из этих проблем суджок решает. Сколько по времени занимает в вашем центре похудение? Сам сеанс занимает полчаса. А вообще люди ходят на похудение от одного до полутора месяцев, потому что ходят не каждый день. И в течение этого времени начинает уходить вес. Люди уже видят, что пошли объемы, что действительно пропал аппетит, быстрое насыщение. Кроме того, кстати, тяга к сладкому, пропадает. И вообще вкусовые пристрастия начинают изменяться. Людям хочется более здоровой пищи. От жирного даже тошнить начинает, потому что оздоравливается поджелудочная железа, и она не принимает какие-то вредные продукты. Марина Николаевна, ну вот если же все-таки сбросил вес, да, вот когда сбрасывают люди вес, сколько в этом весе можно продержаться? И бывает обратный эффект, что он возвращается, например? Вот если человек сбросил вес, достаточно долго держит вес, обратная реакция, чтобы человек пришел и вдруг начал поправляться на суджоке, такого вообще не может быть. Это просто казуистика. А вообще вес держится от одного года, ну некоторые приходят даже через 10 лет, и совсем небольшой, небольшой прирост веса. Ну, во всяком случае, если человек набрал вес, он знает, куда прийти, если ему здесь уже один раз помогли. Сколько вот, я знаю о том, что многие люди еду заменяют водой, да, вот насколько это полезно для своего, для организма, или же это все-таки вредно? Организм-то обмануть можно, действительно. Если человек не успел поесть, ну, по крайней мере, нужно выпить стакан воды, тогда вместо гормона грелина, который притормаживает обмен веществ, начнет вырабатываться гормон лептин, он, наоборот, запустит дальше обменные процессы. Но, тем не менее, все-таки нужно перекусывать через каждые 4 часа. Это будет правильно, это будет физиологично. Вы не допустите того, что организм переходит на сберегающий режим. Вообще, чтобы человеку похудеть, нужно всегда разогнать обмен веществ. А мы разогнать его можем, как это ни парадоксально, только если не будем забывать про перекусы. Если человек будет перекусывать, организму ничего не нужно запасать. Расскажите, пожалуйста, что такое суджок-терапия? Суджок-терапия – это микроакупунктура. Это маленькие иголочки ставятся на пальчики рук, на пальчики ног, но мы одновременно ставим еще микроиголки в ухо. Эти иголочки аурикулярные помогают притормозить аппетит сразу, и поэтому человеку достаточно легко будет соблюдать те рекомендации, которые мы даем. На первом сеансе очень подробная консультация по питанию. И эта консультация не о том, что прекратите есть, а о том, как правильно построить свое питание, чтобы человек гармонично и комфортно действительно худел. Ходит человек к нам два раза в неделю. Если приезжие, мы обычно говорим, ну у нас и Касимов приезжает, из Дмодедова люди приезжают. Мы обычно говорим, что придите хотя бы на первой неделе два раза в неделю, а потом даже если человек будет приезжать раз в неделю, все равно будет идти эффект. Там действительно гормональный фон перестраивается, плюс еще пропадает аппетит от того, что вот мы правильно иголочки ставим. И вот достаточно хорошо худеют. А это больно? Иголочки? Или же все-таки у разных людей разный болевой порог? Как же это больно? В общем-то вы правильно сказали, что болевой порог действительно разный, но сама процедура не очень болезненная. Даже маленькие дети, не совсем маленькие, с шести лет мы берем, и дети спокойно переносят эту методику. Я бы сказала, это не очень комфортная методика, но комфортно себя потом чувствуют, когда видят результат. А вот эти иголочки, это какие-то специальные иголочки, из чего они там сделаны? Да, это суджоковские иголочки, это мы их прям закупаем. Есть корпоральные иголки, которые по всему телу ставятся. А есть суджок, иголочки, они совсем небольшие, и они ставятся только на пальчики рук, на пальчики ног. Какой возраст у ваших пациентов? Возраст разный, от 20 и до 75 лет. А сейчас помолодело ожирение, детей тоже стали приводить. Вот вы же уже упомянули про то, что ожирение помолодело. С чем это связано? Как вы думаете? Ну, я думаю, из-за того, что рафинированное питание, неправильное питание, и уже изначально, скорее всего, какие-то есть поломки в гормональной системе у детей. И все-таки я считаю, что это зависит еще от пищевого поведения в семье. Если в семье принято питаться неправильно, калорийно, поздно вечером, ну, скорее всего, дети тоже будут полные. Мария Николаевна, вот если человек худеет, то какие заболевания во время похудения можно излечить. Суджок терапии – это действительно методика, которая позволяет не только худеть, но и параллельно решать очень много проблем. Потому что при ожирении однозначно, как правило, жировой гепатоз. А известно, что при похудении даже на 15 килограммов жировой гепатоз проходит самопроизвольно. Вот. Это артрозы, потому что большая нагрузка, и остеохондрозы, потому что большая нагрузка и на суставы, и на позвоночник. Это гипертония. Кстати, при высоком давлении, если человек даже пришел с высоким давлением и поставить на сеанс иголки, то давление на 25 единиц сразу падает. Лечится гипертония. И сахарный диабет. При сахарном диабете второго типа сахар начинает нормализовываться. Мария Николаевна, дайте совет людям, которые не успевают поесть и все делают на бегу. То есть перекусы, быстрые углеводы. Вот какой-нибудь совет. Полюбить себя и начать все-таки брать с собой перекус. Ведь это очень просто с утра взять как минимум с собой яблоко, взять с собой горсть орехов, а может быть с собой взять какой-то хлебец. И когда пациент говорит, а я там еду, как я что-то. Ну, в принципе, орехи мне, я думаю, можно перекусить даже орехами и на ходу. Единственное, никогда не берите целый кулек этих орехов. Вы не заметите, сколько раз вы сгуляете туда. А берите всегда горсть, допустим, миндальные орехи. Мало того, что там много магния, значит, этот орех поддержит и мышцу сердца в том числе. Но не забывайте, что орехи калорийные. И еще, если вы уже взяли на перекус орехи, не берите соленые и жареные. Берите натуральные продукты. Даже если вы съели яблоко, организм понял, что вы перекусили. Ему опять не нужно ничего сберегать. Он дальше будет запускать обменные процессы. И не есть, конечно, поздно. Нужно понимать, что биоритмы никто не отменял. Скажем, с 5 до 7 вечера время активности почек. И я своим пациентам говорю, до 7 вечера можете пить воду, а после 7 только запиваем таблеточку. И если у кого-то есть привычка, ну, скажем, чаевничать в это время, особенно черный чай задерживает воду в организме, будьте уверены, завтра встанете с отеками. И нужно еще понимать, это опять про поздний прием пищи, что если вы поздно перекусываете, а основная выработка инсулина идет ночью, а это жирозапасающий гормон, вот он каждый вечер будет вам запасать по 300 грамм жира. Сегодня, завтра, вот они ваши лишние килограммы. Дайте эндокринке вечером поработать, потому что биоритмы запущены таким образом, что уже процесс пищеварения не работает, а уже запускается именно эндокринная система. Ей нужно хорошо поработать. Вот чем и хорошо в это время отдохнуть то самое интервальное голодание. Какие продукты нужно исключить из своего рациона, чтобы их не есть и не набирать вес? Ну, конечно, если вы не хотите набирать вес, то жирные, высококалорийные продукты. Может быть, не исключить, а не так часто принимать. А еще правильно совмещать продукты. Если у вас кусок мяса или рыбы, всегда рядом должна быть миска с салатом, чтобы клетчатка была, чтобы быстрее все это усваивалось. Супы хорошо включать. Они всегда дают надолго сытость. Марина Николаевна, расскажите, куда к вам обращаться? Куда к вам приходить? Адрес? Мы в центре города, Полонского, 19, корпус 1. Приходите, мы всегда рады нашим пациентам. Марина Николаевна, дайте совет нашим телезрителям, чтобы к лету привести себя в порядок, в форму. Что нужно сделать? Ну, конечно, уже сейчас нужно предпринимать какие-то шаги для того, чтобы летом одеть купальник и нравиться себе. Поэтому уже сейчас можно переходить к правильному питанию, фитнес ходить. Хотя я вижу, что в фитнес достаточно много и так народу ходит. Ну, вот правильный образ жизни. Ну, и, конечно, если у вас не получается похудеть самостоятельно, приходите в медицинский центр «Вера». Наши пациенты комфортно худеют, не голодая, не считая калории. И эффект от этой процедуры, как правило, на лице. Потому что организм омолаживается, и вы становитесь более красивыми. Спасибо вам большое, что сегодня уделили нам время, ответили на вопросы. Ну, а на этом программа «Городские встречи» подошла к своему завершению. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова